с вами Андрей мы продолжаем прохождение воина говорится до первого босса точнее не до первого босса но до финального босса потому что нам нужно просто элементарное испытание открыть как я напомню у меня про почему не закончилось прохождение лука потому что вылетело ну скажем так устройство не захотелось запускаться и пришлось перезапускать все данные из-за этого из-за этого так и получилось как же громко сейчас момент громкость управление что то прям у меня в ушах все звенит вот собственно в текущей серии хотелось бы пройти так называемую верну по возможности ну вот опять же кстати говоря по поводу своего инвентаря что вы имели представление и что вот это вот загас так что выпустился газ это у нас хаотическая курильщица на самом деле бесполезная вещь как я понял газ может единственное на дальше он будет более эффективен но текущая она четко это ни о чем на данном уровне таксессуар на третьем будет производить поблизости вредный газ каждые 75 ходов газ появляется чаще когда поблизости враги и меньше в тесных местах при более высоких уровнях эти газы будут более экзотическими и мощными но это опять же ну чё такое за экзотический газ но это дезориентирующий газ но это ну скажем честно это хрень для для магов это хрень для воинов против которых мы будем играть тоже в принципе фигня потому что ну они очень очень легко пробьют текущий газ давайте а у нас нет просветки на а у нас собственно броня напряжение кожаная урона напряжение энергию когда вы ударяете по ней также у нас есть кольчужная броня но она плюс 13 соответственно мы одеть ее не можем силу у нас данный момент плюс 12 также у нас две брони но мы скорее всего продавать будем как собственно тканную тоже а у нас есть карта давайте прочитаем карту собственно исследовали карту нам что-то открыли запомните 80 записей журнале неплохо какой же ты идиота ну вот смотрите вход вот на хрена мне укоренение здесь но вот честно просто нет слов причем это упоренение не хорошо пути этот на него она не подействовала на короля крыс мы воспользоваться просто не смогли бы забрали немножко золота в 1000 монет 575 ходов и конечно же а собственно у нас вот тут дверка давайте пробежимся в нее у нас также с нами призрак есть можно как вариант призраку отправить много лет назад и тюрьма была построена для особо опасных преступников жестко контролируемая и надежно она содержала в себе самых опасных владеев со всей земли но со временем темное влияние стала просачиваться сюда извращая разум как стражников так и узников в ответ на нарастающий хаос город запечатал всю тюрьму никто не знает что случилось с теми кто остался умирать в нее стенах а собственно следующий этаж он сразу берем на футляр для свитков также можно взять анг у нас уже закончились деньги ну собственно пока можно призраку отдать доспех текущий у него 13 сил то есть ему можно кольчужку отдать продаем собственно остальные две у нас ездили рука лучше можно пройти и переодеть также тут есть сандалии природа это одни из самых на мой взгляд лучших лучшим артефактами единственное для него нужно достаточно высокий уровень иметь и очень много травы но вот опять же вот нахрена мне вот этот газ темный темный газ чтобы вы понимали он нам ваши враги в этом газу и у вас не увидит ну короче говоря курить такая себе новые советы как говорится продолжаем заполнять свой альманах у нас как видите не так много информации как и в алхимии ну и про экипировку я все научу собираем траву по возможности тут конечно бы в идеале с сандалии хотя бы одеть но они стоят из чума нет у нас данный момент около количества это есть не ошибаюсь ну вот газ как вы видите бесполезная 3 потому что но он вроде и наносит урон на то же время не наносит урон он как-то еще не определился газ вроде должен быть полезный с одной стороны что за зелье это фиолетовое зелье давайте подождем скелета пока он проснется у нас от него очень мало вот опять же укоренение но нахрена там укоренение если мы деремся с ним в дверях она вообще в целом укоренение неплохое но она опять давайте короткий меч используем мы разблокировали дуэлента собственно у нас 12 сила можно передать призраку наш меч то есть теперь мы все классы разблокировали но опять же нам нужно сделать скажем так восхождение для того чтобы хотя бы до верха собственно плюс один уровень давайте сразу прокачаем перенос рун забираем палочку молнии давайте посмотрим что она из себя представляет в плане проклятости отходим от стены она не проклятая соответственно мы можем ее использовать вставляем ее на быстрый слот а собственно муха какая гадость достаточно сильный меч у нас против этой мухи я вообще его не почувствовал видимо либо меч плюс один что вряд ли ой блин это едкий гад ну вообще курильщица она опять же она вот видите ну вот какая нафиг коррозия она только похвалил меч и все и сразу меч 12 давайте его покатаем скелета забрали невидимость невидимость это неплохо собственно у нас пиранье для пираньи нужно освобождать обязательно место убить мы их не сможем у нас нет оружия соответствующего а чтобы убить пираньи стоит использовать диод водяной пар ну вот на хрена водяной пар здесь ну ты просто я не знаю у пираньи водяной пар лучше бы ты коррозию кинул туда честное слово иногда поражаюсь его логике а бурдюк запомнил говорит о том что нам нужно бежать в торговцу и по возможности не цеплять с собой скелетов а тьма это облако тьмы тем самым мы с помощью облака тьмы можем прятаться в тени а собственно скелет при смерти бьет шипами освещаем ман для того чтобы у нас был шанс выжить для этого нужно полный бурдюк с водой а собственно это у нас калечащая ловушка это серебристое зелье и ключик это у нас коррозия давайте подождем скелета скелет скорее всего упал давайте электричество подъем видите да то есть я в упор у меня точность вообще отсутствует судя по всему самое странное что вор не стал от меня убегать а палочка с заразой как не вовремя закончилась наш персонаж пролодался как вы понимаете зелье силы у меня присутствует соответственно мы можем смело расщеплять текущие но на самом деле кулечис не особо полезное в плане того что можно найти более полезные атрибут так называемую безделушку а чтобы убить собственно пираньи нам нужно использовать они в воде у нас находятся но у нас здесь нет этого оружия нам нужно обязательно будет купить дротики отравленные давайте пробежим еще уровень все равно нам возвращаться сюда вот опять же обратите внимание он кинул коррозию точнее так это не коррозия это адское пламя ну нефига а то есть видите да газ адское пламя ну вот как это работает офигеть вот смотрите я поджег сам себя ну как так блин ну этот газ конечно это что то с чем то то есть я сам себя получается раздамажил не понятное дело что мы знали что это у меня палочка закончилась видите как не вовремя мы две пираньи смогли убить благодаря электричеству с плюс один уровень собственно прочность щита печати ну не особо полезно собственно ну сопротивление урона один ход обязательно импровизированность рады на плюс 2 скорее всего будем качать чтобы мы могли метать оружие против магов очень полезная штука нам бы в идеале последнюю пиранью убить но то чтобы ее убить нам нужно использовать электричество собственно у нас землекорень и ведьмин стебель также еще две ловушки замораживающая электрическая собственно нам внимательнее смотреть под ноги нам подсказывают это говорит о том что вокруг нас очень очень много ловушек мы перекусили нашли 7 грозовой лозы ускорение сила отлично мы нашли силу выпиваем силу а теперь мы можем надеть кольчужную броню и открепить собственно печать перенести на брошу броню также эту броню мы можем переснарядить нашего моба призванного чтобы он был чуть чуть посильнее и ведьмин стебель он телепортирует собственно мы немножко воспользовались на самом деле зря но все-таки нормально нормально я повару промахнулся офигеть собственно вооружен до зубов мы узнали все записи экипировки и распознали палочку палочка оказалось плюс один плюс тут ловушка часового чтобы пройти ловушку часового нужно использовать зелье ускорения также можно могут подойти остановка времени это артефакт часы и собственно цепи для этого давайте пробежимся заберем нам дали пластинчатую броню давайте посмотрим ее переоденем сразу она у нас нолик для нас она не интересная собственно нашли еще один переход собственно это овцы в принципе интересная ловушка как вы видите мы почему-то даже больше урона начали получать опять же вот видите дезориентирующий газ но он бесполезен по своей сути вот нахрена нам нужно этот дезориентирующий газ ну вот вы сами видите да что против магов он бесполезен против мелешников но мы не рейндж для того не бьем рейнджой для того чтобы сменить а собственно увидели первого стража это самый сильный противник в текущей локации причем он очень сильный чтобы вы понимали собственно собрали улучшения собрали сундук и собрали еду тут также присутствует отравляющая ловушка наш персонаж проголодался давайте его покормим видим дм и стража дм и мы скорее всего забьем а страж нас просто не увидел а как ты нас увидел в газе ну-ка расскажи ко мне ну вот но вы сами понимаете что газ по сути говоря бесполезная вещь вот это вот темная он нас увидел в этом густом черном дыме хотя густой черный дым призван блокировать обзор мобов давайте выпьем зелье исцеления мы не будем рисковать посмотрим на сундук сундук обычный у нас два свитка опознания это говорит о том что мы можем вместе с вами использовать собственно я сейчас буду ржать если это чудо газ который у меня вот это вот курильщица какой-нибудь огонь сюда включит это будет просто эпик фейл давайте откроем две а как видите я вторую не успел открыть используем электричество используем электричество собственно у нас еще есть одна попытка можем еще раз открыть верхнюю и использовать а нам нельзя было убивать никого потому что если бы мы убили мы бы скорее всего а дм нам урон бы нанес дм это маг текущей локации вот он собственно дм сотой версии он бьет электричеством собственно как и мы видите у нас скелет пробивает хотя скелет стоит за дверью аниме но он нас пробивает мы нашли саи саи молнии на самом деле зачарование так себе но все таки давайте в теориях можно было даже попробовать переодеть поиспользовать поиспользовать у нас 13 силы в данный момент ну вот собственно вы видите можем как вариант переодеть саи попробовать их поиспользовать но опять же зачарование молнии оно сомнительное давайте откроем собственно следующую могилку последнюю собственно получили немножко золота золото у нас полторы тысячи практически без двух монет опять он кинул дезориентацию но он видимо это его любимое заклинание потому что он постоянно его кидает кстати обратите внимание собственно мы только что пробили дважды скелета и скелет не пытался нас бить это говорит о том что булава в целом неплохо то есть она скорее всего 13 поэтому мы можем переодеть наш меч 12 и булава тут будет посильнее смотреться собственно призрак но и чтобы убить призрака нам нужно чтобы это было чтобы неожиданная атака или просто зайти ему в спину да видите неожиданная атака получается соответственно оружие подходит у нас еще две новых свеженьких ловушки это сигнальные и газовые у нас персонаж проголодался но это нормальное явление очень много ловушек призывающие замораживающие калечащие ну короче говоря полный набор а также у нас присутствует собственно колодец предметов обнаружения а полезная штука позволяет определять большое количество предметов да 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 но кстати дали еще одну кожаную броню что интересно черный дым он тушит обзор вашим врагам очень полезно против амжей новая новая справочка грамотное мародерство нам подсказывается что на каждых пяти уровнях спрятано два зелья силы и три свитков улучшения если вы что-то не нашли значит вы плохо искали исключение если вы играете с испытаниями то там может быть чуть меньше например тех же свитков улучшения но зелья силы в большинстве случаев будут два если вы что-то взорвали это ваши проблемы развеяли тоже собственно телепортирующая ловушка и газовая нам опять дали водяной это водяной пар судя по всему водяной пар он тушит мобо делает очень-очень много воды как вы видите этот водяной пар то есть он сделал много воды у нас нет возможности пока зачаровать но вообще хотелось бы у нас присутствует ключ давайте воспользуемся ключом а вот собственно дистанция надем скорее всего нам сейчас по лицу даст если мы в него что-нибудь не бросим мы в него бросили мы его ослепили собственно кулдаун пошел перезарядки всех ходов еще один скелет что такое ледяной буран ледяной буран это замораживающая скорее всего хреновая но то есть скелет сейчас по идее должен замерзнуть давайте подождем посмотрим смотреть скелет замерз ну вообще это ледяной буран это скорее всего улучшенная а у нас нету да лучше посмотреть блин у нас архимия не прокачана скажем так не найдены рецепты у нас нам еще очень много надо найти рецептов но это скорее всего грейженый холод я так думаю потому что скелет явно очень сильно замерз очень быстро давайте его просто подождем за дверью у нас ключ присутствует но мы пока пройти не можем потому что скелет просто замерз причем он будет стоять замороженный интересно сколько ходов кстати давайте посмотрим мне просто интересно сколько он будет в ходов замороженный стоит а еще 50 ходов то есть мы в принципе от него можем уйти и он скорее всего без проблем еще простоит собственно следующая комната метательное оружие бомбы и копье и собственно топор топор непонятно что из себя представляющий но вот бомбы и копье это конечно интересно давайте воспользуемся саями для того чтобы посмотреть насколько они проседают а в принципе все как бы нам нужно будет еще вместе с вами пробежаться вверх а у нас очень мало места в монтаре осталось нам нужно расщепиться будет все лишнее продать забежать до торговца ну это уже будет следующей серии всем большое спасибо за просмотр с вами был андрей всем пока пока пока